Всем привет! С вами я, Дмитрий Фрешко. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Как известно, кролик это не только ценный мех, но и килограмма, то и два вкусного, диетического, хорошо усвояемого мяса. И сегодня я хочу вам показать рецепт канарских островов. Канеха энд сальмареха, то есть в переводе будет кролик в соусе сальмареха. Вообще говоря, испанский сальмареха это суп, практически гаспачо, только без огурцов и со значительно большим количеством хлеба, поэтому он и гуще. Так вот канарский рецепт канеха энд сальмареха никакого отношения к этому испанскому супу не имеет. Впрочем, чего болтать, давайте приступать. Итак, понадобится кролик. Я взял сразу парочку, потому что мелкие. Белое вино, оливковое масло, соль, много чеснока, сладкая паприка, зира, испанцы называют кумин, острый перец, орегано и тимьян. И очень хорошо будет, если кроме сухого тимьяна разобудите еще и свежего. Я вот на нашей горе дикий срезаю, по мере надобности. Это все для маринада, который затем и соусом станет. Рецепт состоит из двух этапов. Первый этап маринования. Он от четырех часов до суток может растянуться, по вашему желанию. Второй этап, собственно, приготовления. Но им я займусь завтра. Приступим. К ролику надо пробить на порционные куски. Перец как придется, чтобы проще измельчить затем. Все сухие пряности, чеснок, перец, соль, в измельчитель. И добавлю немного вина и масла, чтобы проще было измельчать. Представляете всю эту смесь ароматов? Зира, тимьян, орегано, чеснок свежий, перец острый. Фантастика! Если у наделения началось, то ли еще будет. Вот так отлично. Ну и теперь добавляю оставшееся вино, размешаю, и можно заливать кролика маринадом. Вот так. Отлично. На сегодня все. Отправлю кролика в холодильник. До завтра. До завтра в данном случае. И временной промежуток, и прощание. День второй. Кроликам займусь чуть позже. Сейчас про гарнир. Так как рецепт кролика канарский, то и гарнир тоже должен быть канарским. Картошка по-канарски. Что это такое? Это очень просто и очень вкусно. Это картофель в мундире, отваренный в очень-очень соленой воде. Сейчас все покажу. Понадобится посудина с широким дном. В нее укладываю хорошо отмытую картошку. И заливаю водой так, чтобы она была выше уровня. Картошки. А теперь соль. Много соли. Действительно много. Сейчас унесу в дом и поставлю ее на огонь. Фирка в том, чтобы вода полностью выкипела, а соль выступила к кристалликам на шкурке. А вот теперь с кроликом. Готовить ее буду на открытом огне просто потому, что в такой славный денек не хочется сидеть в помещении. И это единственная причина. Нет никакой другой, чтобы обязательно разочегаривать гриль. Готовьте себе на полите спокойно. Тимьян уже можно убрать. Он свое дело сделал. Так. А печенку с сердца и заячьей почки отложу пока в сторонку. И угли уже можно пересыпать. И сразу олегковое масло. Сначала в посудину отправляются субпродукты. Их надо подрумянить быстро, а затем убрать из чугунка. Да, я же не сказал. Сегодня кроме замаринованного кролика понадобится опять свежий чеснок и сухари. И бутылочка хорошего белого вина. Сильно охлажденного. Ну извините, трескать конеха инсельмореха коного патата с канариас, то есть с картошкой по-канарски, без белого сухого, просто преступление. Меня побьют, если я не открою бутылочку. Так, здесь уже все прекрасно, между прочим. Убираю и отложу пока в сторонку. А в посудину идет кролик частями. Нужно как следует обжарить каждый кусочек до румяности. Аромат поджаристого мяса – это прекрасно. Так, в измельчитель отправляются печенка, сердце, сухари и чеснок. И пожужжать до однородности. Отлично! Это же практически паштет. Эта паста загустит соус, добавит ему такой аромат мяса и остроты чесночной. Первую партию уже можно убрать. Пусть пока полежит в сторонке. Ну, сюда отправляется вторая партия. Смотрите, как мясо здорово подрумянилось. Но внутри оно еще очень сырое. Тут важно на очень сильном огне жарить. А запахи... У меня есть минутка, и ее надо потратить с толком. Присоединяйтесь! Очень важный момент. Смотрите, за время обжарки на дне образовался благородный нагар. Ее надо срочно растворять, пока все не сгорело. Вливаю маринад и старательно скоблю дно деревянной лопаткой. Если просто налить маринад прямо в мясо, то лопаткой шваркать по дну будет крайне неудобно. Вот, маринад закипел, нагар, значит, растворился. Можно возвращать обжаренного кролика сюда. Но жидкости маловатая, да и маринад достаточно насыщенный. Поэтому просто добавлю воды. После закипания, которое, кстати, уже случилось, нужно будет выправить на вкус, добавить, может быть, соли, сахар, может быть, кислоты, и подождать еще 15 минут. Ждем! Этому кролику после такой вот обжарки булькать в бульоне до полной готовности 15-20 минут максимум. Ну, дикому, может, полчаса от силы. Так что моему готовится еще не больше 5 минут. Пора загущать соус. И вот эта паста отлично с задачей справится. Сухари, растертые в пасту, загустят соус, субпродукты добавят мясных ароматов, чеснок от свежей остроты. Короче, встретимся с вами уже за сервированным столом. Вот так выглядит картошка по-канарски. Видите, кристаллики соли. Еще и крахмал выступил. Обязательно лимон к ней. Это очень вкусно. И вот такой кролик. Острый, жареный, тушеный. С богатейшим ароматом пряностей. Промаринованный насквозь. Пропитанный всеми этим вкусами. В таком густом соусе, смотрите. А, чудо! Чудо просто! Картошку надо раздавить и полить лимонным соком. И съесть сразу вместе с кожурой. Обалденное сочетание. Сладковатая картошка, соленая шкурка, кисленький лимон. Просто какая-то бомба вкусовая. Просто бомба. Конечно, для такого способа картошку надо бирать с тонкой шкуркой. Желательно помоложе. И вино обязательно очень сильно охлажденное. Ну, канаре, жара. Кролик, конечно. Кролик. Жареный тушенок, как я сказал. Нежнятина. Разваливающаяся просто. Отваливающаяся с косточек. Вот такое вот чудо. Я вам сейчас покажу. Вы видите, какая красота? Он очень богатый по вкусу. Конечно, кролик будет настолько богатый по вкусу, насколько хорошо вы его замаринуете. Насколько богатый набор пряностей вы сюда вложите. Насколько хорошее вино вы сюда вольете. Оно не должно быть какое-то дорогое. Но это должно быть с приятной кислинкой. Такое вино, которое вы сами с удовольствием выпили в жару. Вот без всяких изысков. А за ценой не гонитесь. Короче, готовьте и наслаждайтесь жизнью. И по промокоду ФРЕСК получайте скидки. Приятного вам дня. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»